Бюджет региона на пределе. Его дефицит почти достиг своей верхней планки 15%. В таких условиях, учитывая чуть ли не каждый рубль, депутаты Думы вносят в документ поправки. Одна из первостепенных – бесплатное питание учащихся начальных классов. Во второй половине года его решили сохранить, выделив 250 миллионов. Но с 2015 года эта мера поддержки может стать адресной. Оптимальную модель, чтобы действительно вот эта помощь была по бесплатному питанию тем, кто нуждается в этой помощи, кому она необходима. И будем предлагать схему по заявительному принципу. То есть должны быть заявления и проверка этих заявлений от родителей, что они не имеют возможности выделить средства на питание детей. Значительные суммы выделяются и на вопросы здравоохранения. Больше 300 миллионов дополнительно с федеральным софинансированием найдут, чтобы обеспечить медикаментами льготников. В первую очередь онкобольных, о нехватке лекарств для которых заявили месяц назад. Вопрос в Думе взяли на контроль. В сентябре месяце вернуться к рассмотрению и посмотреть, достаточные ли те меры, которые мы предпринимаем сейчас. В финансовом смысле, ну и как правительство исполняет их непосредственно по реализации. Еще 40 миллионов выделят на начало проектирования областной клинической онкобольницы. И больше сотни распределят по учреждениям региона на усовершенствование оказания помощи пострадавшим в ДТП. Это хирургическое оборудование, наркозное оборудование, это специальные виды исследований, имплантов и тому подобное. Порядка 200 миллионов направят на компенсации затрат железнодорожникам. Чтобы снизить в дальнейшем эти суммы, ведется работа по анализу пассажиропотока и модернизации системы пригородного транспорта, поясняют в правительстве. Ожидают в бюджете и прибавлений. Около сотни миллионов дополнительно рассчитывают получить от штрафов ГИБДД. Ирония в том, что на рассылку писем счастья требуется еще 20 миллионов рублей из казны. Нина Когтина, Елена Масалова. День событий.